Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Fresh Life 28 и в традиционной рубрике «Разбор полётов». История Дмитрия. Можно ли похудеть, если тебе уже за 50? Как обстоит дело с мотивацией, если тебе твой собственный тренер говорит, что меньше стошки ты весить никогда не будешь, ты уже старый? И вообще, что самое важное – поменять образ мышления или знать, как что есть, чтобы похудеть? Поехали! Добрый день всем подписчикам канала Fresh Life 28. Спасибо Антону за предоставленную возможность рассказать свою историю. Меня зовут Дмитрий, мне 53 года, живой в Санкт-Петербурге, нынешний вес 90 кг при росте 1,82 кг. Значит, начну с того, что впервые о том, что нужно что-то менять в своей жизни, я начал довольно-таки давно. Это случилось примерно в 2008-2009 году. На тот момент я весил около 130 кг и в общем решил с этим что-то делать. Что я начал делать? Я пошел в фитнес-клуб, записался на плавание, начал плавать усердно по нескольку километров каждый день, при этом я не менял свое питание. Каждую пятницу мне ждал ужин под хорошей бренди. Питание я не менял. Вот. Истязался я на тренировках, сильно уставал. Как результат, я скинул 15 кг в течение года, но кончилась это все операция на позвоночную грыжу. Вот. После этого у меня была восстановительная вся эта история и в следующий раз я решил заняться собой уже чуть позже. Это уже был 15-17 год. Тому времени я поднабрал до 120 кг. Вот. И начитался всяких хумных книжек и решил отказаться от жареного, решил отказаться от тяжелой свинины, перешел на вареную курицу, но не смог отказаться от сахара, поменял белый на бурый, где-то поменял бурый на мед, но так и не смог отказаться от мучного, не смог отказаться от сахаров и не смог отказаться от больших порций. При этом спортом я уже не занимался, но так немножко походил. Вот. Что примечательно с того времени фитнес-тренер мне тогда сказал, ну, говорит, при вашем росте, при вашей широкой кости, при вашем на тот момент возрасте 45 лет меньше 100 кг вы не сможете весить, поэтому вот это ваш предел. Я сдавал там биопенданс, смотрел, сколько у меня там жира там в составе тела. Ну, в общем, такое дело. Вот. И так вот все это тянулось, тянулось, тянулось. Я понимал, что мне нужно для того, чтобы худеть дальше, но меня всякий раз что-то удерживало, что-то останавливало. В общем, особо не было ни мотивации, ни особого желания. То есть, думал, ну, 115 это не 130, но терпимо. Ну, там, размер 2ХЛ. Ну, ладно. И вот в апреле месяце моя подруга предложила мне худеть. Говорит, смотри, есть такой канал, фрешлай 28, давай худеть вместе. Я там у себя, а ты у себя. Вот. Я посмотрел, заинтересовался. И, в принципе, мне себя долго говорить не пришлось. Я увидел, что на фрешлай 28 грамотный подход, системный подход. То есть, это не просто изменение питания, это изменение стиля жизни. Вот. И это меня заинтересовало и замотивировало. Скажу больше, мне, в общем, понравилось, в одном ролике прозвучала поговорка английская по поводу того, что не пытайтесь воспитывать своих детей, они всё равно будут похожи на вас. Вот. А так получилось, что при моём возрасте, 53, у меня сыну 9 лет. И думаю, пусть лучше я буду для него примером. Вот. И он будет похож на меня. Вот. Вот это такая была мотивационная составляющая. Себе определил полонку 90 килограмм. Притом понимая, что вот эта формула вес, вернее, рост минус 100, то есть 85 килограмм, это для меня, для моей кости, но я должен быть сухой, как дрыщ, как на первом году в армии я выглядел. То есть, кожа до кости. То есть, во мне нормальный вес как раз и должен быть около 90. Вот. Я внимательно изучил ролики, внимательно изучил подход, определился в граммах, калориях, времяприёмах, рационе. Вот. И так далее. Во всём этом. И начал заниматься собой. Даже помню, что это было 12 апреля, день космонавтики, по-моему, воскресенье. Вот. То есть, мне получилось, что я именно начал новую жизнь с понедельника. Вот. Потом несколько раз я делал корректировочки, но там незначительные по количеству белка, углеводов и... Чего там, жиров. Ну, так особо никогда не пользовался. Ни весами там, не мерял, не мерил мензурками, сколько там, чего, как. Причём, как-то я игнорировал напрочь то, что нужно пить много воды. И так много воды как не пил, так и не пил. Вот. То есть, думаю, ну, посмотрю, как будет. Честно говоря, успех особо не верился. Ну, думаю, если скину 100, это уже будет хорошо. Когда эти 100 кончились, вот, я подумал, о чём, чёрт не шути, там, может быть, и до 90 получится скрутить это дело. И вот прошло 6 месяцев, 12 октября было 6 месяцев, и у меня вес застабилизировался в районе 90-91 килограмма. То есть, я за 6 месяцев скинул 25 килограмм. Причём, судя по себе, я вижу, что у меня остался именно жир там на груди, на боках, на животе. Но это именно жир, потому что вся отёчность ушла, и вот этот жир у меня сейчас сходит. Значит, очень медленно я понимаю, что во мне лишних ещё пару, наверное, тройку килограмм, но это жира. И опять-таки, я убедился в том, что для меня 90 килограмм – это нормальное состояние. То есть, если, например, мне пойти в зал и заняться аэноробными нагрузками, то как раз вот этот жир у меня перегонится в мышцы. Вот, но пока мне этим нет возможности заниматься в силу занятости по работе, поэтому, в принципе, мне всё устраивает. Моё питание, всё это уже давно вошло в привычку, я по-другому себе не представляю своей жизни. Даже когда пищевые рецепторы, либо там мышечная память говорит «купи», там, вот этот, ты же это когда-то любил. Вот, я покупаю, и потом из меня это всё выходит через разные отверстия. То есть, организм уже эту еду не принимает. Организм, но это ещё и раньше, он мне перестал переваривать алкоголь. То есть, раньше, сейчас, если я выпиваю рюмочку, то на следующий день мне всё ломает, будто я накануне крепко выпил. Поэтому удовольствия в алкоголе у меня уже давно нету, а вот с апреля оно как-то совсем у меня кончилось. Ну да, я ничего не сказал, я с 30 лет не курил. То есть, ну, в принципе, у меня был такой подход жизни, что как я выгляжу, неважно, главное, что какой и успешный, и красивый, и умный, и обаятельный, и всё такое. То есть, я поменял свою ментальность. И могу сказать следующее, что вот системный подход, о котором говорит Антон, я применил на себе, и можно даже сказать, что вот если это представить в виде треугольника, да, сознания, питания и движения, да, то есть, мы есть то, что мы мыслим, то, что едим, и как мы двигаемся. То есть, получается, что если применить это к себе, вот получается, даже все немножко выписал, то есть, можно заниматься спортом, не меняя сознание и привычек в еде, это кончилось больницей. Второе. Можно изменить отношение к еде, не меняя привычек ментальных и без движения. Ну, результат будет, но будет не стопроцентный. То есть, то, что было у меня, то есть, когда ты не меняешь ментальность, да, то есть, ты стал меньше есть, но для чего ты это делаешь, ты понять не можешь, потому что голова тебе говорит обратно. Вот. А комбинация, что изменить сознание и при этом не двигаться и не поменять отношение к себе, то есть, как бы так не бывает. То есть, когда ты меняешь сознание, то, как правило, оно тебе говорит, так, слушай, ну ты поменял сознание, ну я же тебе подсказываю, что нужно там что-то с питанием делать, что-то с движением делать, нужно как-то развиваться, самореализовываться, двигайся дальше. Вот. Поэтому всё это взаимосвязано и всё это очень правильно и очень полезно для тех людей, которые не боятся себе что-то менять, не боятся экспериментировать, не ленятся начинать что-то в себе менять, изменять, двигать, учиться, прогрессировать. То есть, я сейчас как раз вот на такой стадии, что, в принципе, вот свою задачу по весу я решил, привет тому фитнес-тренеру, который мне там сказал, стой и не меньше. Вот. Теперь у меня есть другие задачи интересной жизни, чтобы продвигаться и двигаться дальше. В общем, итог такой. Спасибо каналу за тот системный подход, то, что я именно оценил и понял те слова, что у нас всё взаимосвязано. Сознание, сердце, движение, всё. Меняя одно, не меняя другое, мы ничего не добьёмся, либо очень быстро вернёмся на круги своя, к своим телевизорам, своим макаронам и так далее, так далее. Да, кстати, телевизор я уже тоже давно не смотрю, то есть, всячески защищает себя от вредного влияния излишней информации, всё это пропускаю через некий фильтр, предпочитая заниматься самообразованием. Вот. На это, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. Всё хорошо. Спасибо.